Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия программа «По существу» в студии Татьяна Трофимова. Хочется сразу начать с приятной новости. Наобум. Игровое шоу Национального телевидения Чувашия вышло в финал самого престижного телевизионного конкурса «Тэфи-регион-2014». Программу, которую придумала наша коллега Мария Шоклева, попала в тройку сильнейших развлекательных программ России. Хотя Машу большинство телезрителей знают по детским программам «Куча мала», «Бухты-барахты», «Ахилбупсер», «Пошептушки», это не помешало ей создать интереснейшее шоу со взрослыми участниками. Маша, привет! Привет, Эль! Давайте вместе с телезрителями, наверное, посмотрим самые интересные моменты из программы «Наобум». С удовольствием посмотрим. Ну и я хочу, наверное, сразу рассказать об этой программе, потому что она на национальном телевидении идет не так давно, и, возможно, не все еще ее видели. Гараж! Скажи, что у меня нет слова! У меня нет слова! Скажи! Итак, «Наобум» — это игровое шоу, в нем принимают участие шесть человек, и они передают по кругу бомбу. Эта бомба тикает, и пока она тикает, игрокам нужно придумывать слова. Ведущий дает определенный набор букв, на которые и придумываются слова. Суть игры — бомба взрывается, и игрок, в руках которого это происходит, покидает и шоу. В конце остается лишь один победитель, который получает приз от нашей программы. Но игра не только развлекательная, она еще и познавательная. Она увеличивает словарный запас игроков и телезрителей, и, к тому же, напоминает всем о правилах русского языка. Потому что у нас есть в программе еще и рубрики о русском языке, которые ведет эксперт-филолог Ольга Салтыкова. Поэтому я считаю, программа не только развлекательная, но и познавательная. Эта бомба — это не первая твоя программа для взрослой аудитории. Скажи, пожалуйста, с кем тебе больше нравится работать, легче работать с детьми или со взрослыми? Хороший вопрос. Действительно, многие привыкли думать, что я чаще всего работаю с детьми. Но действительно, так оно и есть, потому что детских программ я делаю больше. С ними работать интересней, а не забавней. Ими можно покомандовать, что уж там греха таить есть такое. Со взрослыми работать проще. То есть я вот пишу сценарий и даю его нашему замечательному ведущему Мишу Морозову. И иногда я думаю, зачем я вообще пишу сценарий? Ведь он такой импровизатор и, собственно, может сам уже от себя разговаривать. С детьми такое не проходит. Ну вот если так выбирать, с детьми работать интереснее, а со взрослыми проще. Маша, одна статуэтка Тэфи Регион уже есть. Вот она стоит на нашем столе. Ты ее получила в 2007 году за программу «Куча мала». Но также нам известно, что в прошлом году академики российского телевидения уже оценили твой проект на Абум. А в этом году уже номинировали тебя на Тэфи. То есть как тебе пришла идея создания этой программы? Потому что среди твоих коллег ходят разные легенды. Одна из них то, что эта программа тебе приснилась во сне. И вообще может ли такое присниться? Нет, на самом деле они правы. Действительно, эти слухи немножко правильные. Почему? Потому что в основе телеигры на Абум детская настольная игра «Тик-так-бум», где тоже бомбочка тикает. В эту игру мы очень любим дома играть с дочкой, с гостями. И однажды мне снится сон, что вот мы играем, а нас снимают камеры. И я проснулась вот прям посреди ночи и думаю, так, в мафию, в игру, да, люди играют в телеформате тоже, там, в зеленые крокодилы играют. Почему не сделать телепроект, используя эту бомбочку? Поэтому на самом деле я не считаю, что я прям придумала что-то такое гениальное. Я просто перевела настольную игру в телеформат, добавила ее полезными рубриками. И вот эта идея понравилась жюри, академикам российского телевидения. И вот мы вышли в финал. А в прошлом году, действительно, нас тоже отметили, но в прошлом году мы посылали не телепродукт, не видеофайл, а просто проект написанный на бумаге. То есть идея, номинация была другая, тогда была номинация идея, а сейчас номинация развлекательная программа. И вот 28 ноября в городе Сочи пройдет церемония награждения. И будет известно, кому же достанется такая же статуэтка, какой развлекательной программы. У нас два конкурента. Это развлекательная программа «Час удачи» из Хабаровска. Программа о сайте и огороде, о том, как правильно сажать картошку, как делать заготовки, но в развлекательном формате. И короткометражный фильм, который сняли телевизионщики города Надым. Развлекательная новогодняя комедия. Полчаса длится. Ну вот, кстати, тут тоже можно удивиться. Вроде как номинация развлекательная программа, почему там фильм? Ну вот для фильма, видимо, не было другой номинации. Они тоже конкурируют с нами. Я тоже думаю все время, ну как-то несправедливо. Фильм можно год снимать, да, а мы снимаем программу там за два часа и за два дня монтируем. Ну то есть как бы производство другое совершенно, и результат тоже другой, фильм ее программы. Ну, академикам виднее будем ждать результат. И сейчас уже от нас ничего не зависит, просто надо ждать, и все. Ну ты волнуешься? Ну, я три раза выходила в финал с программой «Куча мала», и только на третий раз мы победили. Поэтому я себя сразу настраиваю. Лучше не ждать, вот, чтобы потом крылья не облетали, да, как говорится. Поэтому, ну, конечно, хотелось бы. Но как получится, так получится. Понятно. Маша, так же, так как мы твои коллеги все знаем, что в творческой команде как создания программы на Абум, так и других, всех практически твоих программ, работает твой муж, прекрасный оператор Андрей Шоклев. Ладно. Как вообще вы уживаетесь дома, на работе, везде вместе? Это тебе помогает то, что вы всегда вместе? Или все-таки возникают иногда творческие конфликты какие-то? Ну, конфликты, они бывают всегда независимо, кто за камерой стоит, твой муж или другой оператор. Да, возможно, такой вариант. На самом деле мы просто дома стараемся поменьше разговаривать о работе. А на работе он мне очень сильно помогает. То есть, если надо писать программу ту же самую на Абум выходные, а у нас не все операторы любят работать по выходным, то Андрей, конечно же, мне никогда не откажет и с удовольствием поможет. И ему само это интересно. Ну, то есть, я бы не сказала, что у нас там конфликты. Просто есть правила дома сильно не разговаривать о работе. Вот и все. Понятно. Ты уже больше 10 лет на телевидении. И знакома со многими программами не только коллег, которые работают в национальном телевидении Чувашии, но и вообще в республике, в России. Скажи, как ты оцениваешь конкурентов в Чувашии? Вот именно в плане создания развлекательных программ. Ну, есть хорошие развлекательные программы и на нашем телеканале, замечательные реалити-шоу, комфортный город, очень творческая команда делает. Мне очень нравится. Но, видишь, так получилось, что в этом году отправили только мою программу на этот конкурс. Ну, по каким-то там причинам, да, финансовым в первую очередь, наверное, тоже. Я думаю, если бы и другие программы отправляли, то у них тоже был бы такой же шанс. А еще в Чувашии у кого-нибудь еще есть, как бы, вот эти статуэтки Тэфи? Нет, вот пока в Чувашии одна единственная за детскую программу. И, даст бог, будет еще и за развлекательную. Но мы уже договаривались не настраиваться раньше времени. Ну что ж, все равно мы хотим тебе пожелать и всей твоей творческой команде успехов. И в следующую программу мы очень надеемся, что ты уже придешь с двумя статуэтками Тэфи Регион. И желаем удачи, всего хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!